Прогресс разума Производятся, накапливаются и передаются из поколения в поколение средства мышления и деятельности. Средства мышления и деятельности. Соответственно, новое поколение не обязательно должно производить заново весь массив знаний. Они могут получить их в ходе целенаправленной подготовки и таким образом резко сжать время освоения этого набора знаний. Главный вопрос, в какой форме вам этот набор, массив накопленного человеческого знания передается. А вот этот самый маркиз де Кондарсе, он писал свою книжку, сидя в одной комнатушке, потому что его ловили тогдашние представители конвента, потом его, собственно, арестовали и он покончил с самоубийством. Но у него там в самом конце есть две странички. Он говорит, значит, каждое следующее поколение столкнется с тем, как быстро отдельный представитель человечества может освоить накопленное всеми предыдущими поколениями. Это будет главная проблема. Главным видом неравенства, пишет он, будет образовательное неравенство. Он, кстати, был автором не только Конституции, которую французы так и не приняли в силу ее радикальности, американцы ее реализовали, а он был еще автором первого закона об образовании всеобщего в мире. Понимаете? Он говорит, это главный тормоз. То есть способность человека освоить вот эти вот накопленные предыдущими поколениями решения, это вообще ключевая проблема. А как мы будем ее решать? Он говорит, надо придумать, как превратить методологию в главное содержание учебного процесса. Как передавать людям не массивы знаний, а методы их получения. и картины, которые позволяют упаковывать сложные системы знаний в такие, ну, если хотите, мнемосхемы или таблички. 1794 год. Мы движемся по этому пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok